Микс Ньюс Я бы сказала, что было еще Винкашак Проще Я уже работаю С общепственными организациями Более 15 лет И конкретно организации Которой я руководила Асцендумом Я уже руководила 8 лет Просто Если ты так долго В одном месте То даже тогда Когда у тебя Очаровательные коллеги И все очень нехорошо Я, наверное, такой человек Которому все время хочется Что-то поменять И Ну, как будто Ну, атысты Развиваться Развиваться, да И я Как Как человек Который был В государственной Негосударственной Организации Я работала с Фондом Интеграции И я Ну, как-то Заметила Ну, может быть Те проблемы Или Ну Ну Увидела Как этот фонд Важен Для Негосударственной Организации И мне казалось Что я Могла Ну Что Этот фонд Мог бы Быть Эффективнее И Когда я узнала Что Этот Конкурс То я Ну Так Посчитала Что это Возможность Для меня Попробовать Знаете Есть Говорят Аккьюнс Денировалась Я у НРЛ И так Будет ли Это так Или вы Все-таки Продолжите Какую-то Тенденцию Того Что уже было Или вы Пришли именно С целью Что-то Существенно Изменить Поскольку Вы посмотрели На работу фонда Когда вы Еще сами Представляли Негосударственную Организацию А сейчас Вы работаете В государственной Структуре Да Но это Я думаю Что это Мой плюс Что я Не с государственного Сектора Сектора Да Частного Да Потому что Я Ну Я буду сказать Как клиент Видела С другой стороны Как это работает И Ну По моему мнению Что Можно было бы Сделать По-другому И я думаю Что Ну да Перемены Это Наверное Самое Большое Что Меня Мотивировало Подать Заявку На конкурс Потому что Да То есть Вы нацелены На перемены Да И Сразу Коснемся Вопроса Конфликта Интересов Поясним Нашим Слушателям Что Вы Являетесь Женой Министр Регионального Развития Юрия Сапуца Да В связи С этим Антикоррупционное Бюро КНАП Ну Заинтересовалось Вами Когда вы Еще были Кандидатом Не наблюдается Здесь Никакого Конфликта Как Проводилась Проверка С вами Беседовали Что-то Конкретное Я не знаю Следовали Эту ситуацию Или Это было Все Без вашего Как-то Без вас Все Проверили И разрешили Вам Претендовать На эту Должность Это Было Без Меня Это Была Проверка Больше Наверное Документов Или Я бы Так Сказала И Ну Чтобы Как Сказать Когда Я подала Заявку На Конкурс Фонда На Должность Директора Мой муж Уже Перестал Участвовать В совете Потому что Я сказала Что Я В этом Конкурсе Он Уже Сознал Что Если Он Там Будет То Тогда Вас Не одобрят Ваши Кандидатуры И он Вышел И он Вышел И На свое Место Делегировал Госсекретаря И Вот Уже Когда Был Вопрос О Конфликте Интересов Это Уже Было В такой Ситуации Что Там Госсекретарь И Муж Сам Подал Тоже Написал Письмо Кнабу Все ли Там Чисто И Кнаб Ответил Что Да Что В такой Ситуации Конфликта Интересов Нет Но Чтобы Совсем Снять Тень На этот Вопрос Ну Потому Что Я Очень Хорошо Осознаваю Что Если Две Одинаковые Фамилии То Логично Подозрение Возникает И когда Меня Апстерпельная А подтвердили Утвердили Госсекретарь Министерства Варом И скажу Вам Он Не Не Голосовал За меня А То есть Воздержался Да Потому что В Совете Десять Человек Там Шесть Ну Пять Министров Один Человек С Бюро Президента Министра И Пять Негосударственных Организаций Да Госпожа Клейна Вот Только что До эфира Выяснили Что Вы работаете Фонде Общественной Интеграции Целых Семнадцать Лет Да Ну Может быть Поясните Слушателям Что Предполагает Ваша Должность Я напомню Вы Являетесь Главой Отдела По надзору За структурными Фондами Да Это Название Моего Отдела Уже Старое И В это Время Мое Дел Мы Работаем С Фондом Помощи Для Самых Нуждающихся Нуждающихся Да И Теперь Эта Помощь Расширена И Пакеты Могут Получать Люди У которых Доход До 242 Евро Месяц И Конечно Те Люди У которых Возникла Какая-то Кризисовая Ситуация Если Социальный Соцсервис Видал Справку Что им Нужна Помощь Тогда Они Могут Ее Получить То есть Вы Оказываете Финансовую Поддержку Непосредственно Этим Нет Не Финансовую Наша Программа Раздает Пакеты Пакеты Пищевые Пакеты Гуманитарная Помощь Да И Еще Особая Помощь Для Тех Семей Где Дети Школьники Мы даем Школьные Пакеты Тоже И Пакеты Для Самых Маленьких Детей До Двух Лет А простите Как это Происходит То есть Те люди Которые Нуждаются В этом У них Есть Какие-то Точки Раздачи Пункты Раздачи Куда Приходят И Берут Себе Необходимое Количество На день На Неделю Условиями Кабинета Министров И Мы Работаем Вместе С негосударственными Организациями И У нас По всей Латвии Есть Более 450 Мест Раздачи Этой Помощи Скажите Пожалуйста Сколько У нас Таких Людей Сейчас Насчитывается Да Вот Если Мы Говорим О Доходе В первый раз Первую сумму Вы упоминали 100 Ну Мы На этот День Работаем Около 66 Тысяч Человек Человек Да Но Мы знаем Что это Примерно 95% Из тех Которые Могли бы Получить Эти пакеты Задают Вам Вопрос Ватсапе По поводу Пенсионеров Да Минимальная Пенсия 88 Евро Как Можно На нее Прожить Таких 25 Тысяч Людей Ну Я сейчас Если вам Есть что Сказать Пожалуйста Я сейчас Можно Усомниться Возможно В точности Цифр Приведенных Конкретно Ну Это без разницы Пенсионер Или Не пенсионер Если Доход Минимальный То они Могут Получать Эти Пакеты Помощи Всегда Ли Вы Занимались Тем Что Оказывали Помощь Малоимущим Или Фонде Общественной Интеграции Вы еще Другой Работой Допустим До сих Пор Занимались Ну Как Говорит Название Моего Отдела До Этого Мы Занимались Надзором Структуральных Фондов Проектов Финансированных Структуральных Фондов Фонды Евросоюза Евросоюза По поводу Помощи Этим Людям Государство Как-то Заботится Может быть В вашем лице Вы владеете Теми цифрами Нуждающихся Людей Как им Не только Помочь Я имею Практически Гуманитарно Но Дать Дать Рыбу А удочку Может быть Что можно Сделать Чтобы их Уровень Общий Уровень Благосостояния Вырос Это наша Программа Тоже Дает Дает Не только Пакеты Но и Организует Мероприятия Чтобы Ну как сказать Чтобы Помочь Этим Людям Чтобы Дать им Информацию Где Им Обращаться Дать Любую Помощь Как Ежедневно Например Может быть Приведите Пример Сразу Что Это За Мероприятия Например Есть Консультации По Здоровью Наш Один Большой Партнер Это Латвия Саркан И Они Дают Консультации По Как Заботиться О своем Здоровье И Это Очень Ну как бы Сказать Популярно Особенно Для Людей Которые В Пенсионном Возрасте Еще Есть Курсы По Как Это По Приготовлению Еды Кулинарные Кулинарные Курсы Это Тоже Очень Требуется С Большим Спросом Госпожа Путса По поводу Фонда Интеграции Я Может быть Напомню Нашим Слушателям Что Главой Фонда Интеграции Является Министр Культуры Совета А Ваша Должность Именно Вы Возглавляете Секретариат Да То есть Вы Занимаетесь Исключительно Какой-то Организационной Работой Вы Как Административный Ресурс Или Вы Можете Представлять Своё Видение Свой Вектор Направленности Фонда Взгляды Интеграции Общества Как Как Работа Мы Больше Осуществляем Политику Я Очень Извиняюсь За мой русский Все в порядке Да Я думаю До сих пор Вообще Было так Что Фонд Только Реализировал Политику И Закон В таком Смысле Не менялся Мы Всё Ещё Потому И называется Секретариатом Что мы Организуем Это всё Но я думаю Что Если у нас Будет Теперь Лучше Улучшится Сотрудничество С Министерством Культуры Ну моё Видение Такое Что мы Мы бы Могли Стать Ну как будто Экспертом Потому что У нас Очень много Информации О том Что Нужно Или это Малообеспеченные Или Или Нацминщества Или Молодёжь Ну По всякие темы Нам Только Нужно Эту Информацию Обрабатывать И тогда Мы Могли Да Мы не Вырабатываем Политику Но мы Могли бы Больше Информировать Министерство Культуры О Таких Реальных Проблемах Которые мы Чувствуем Потому что Как Эви Уже Говорила И Мое Парла Тейва Убеждение Убеждение Что Мы Очень Хорошо Сотрудничаем С Негосударственным Организациям И я думаю Что Негосударственные Общественные Организации Они Лучше Всех Знают Что Актуально В обществе И происходит На сегодняшний день Да Потому что Знаете Вырабатывать Политику Это Долго И если Например На этот момент Начинаешь Думать Про одну Проблему А политика Только Начинает Работать Через два Может даже Три Года Может что-то уже Поменялось Если Если мы Очень Ну Будем Хорошо Сотрудничать С Общественными Организациям То у нас Будет Актуальная Информация И мы Сможем Помочь На выработке Политики И Министерства Культуры И И В других Министерствах Тоже Потому что Ну у нас Есть Сотрудничество Благо Состояние Министерство Благосостояния Вот например Проект о котором Говорила уже Эви Мы Работаем Ну у нас Есть Фонд Медиев Уже Второй Год Третий Год Кстати Вот вы Много чем Занимаетесь Фонд Общественной Интеграции И часто Приходится Слышать Секритику И Национальное Объединение В частности Ее член Господин Есс Говорил о том Что Вообще Надо Фонд Общественной Интеграции Закрыть Или Передать Какие-то Важные Проекты Другим Реструктуризировать Его Так думает Не только Он один Я Сослалась Просто Вот допустим Газета Неткрига Тоже Недавно Вышла С материалом О том Что Фонд Общественной Интеграции Тратит Деньги Непонятно На что Тратит То есть Вы знакомы С этой Критикой Я знакома С этой Критикой Она Была Очень Громкая Когда Теперь Шел Новый Законопроект Это была Одна позиция Что может Даже Не надо Такого Фонда Может Закрываем Но Мое Мнение И Я Когда Работала В Негосударственной Организации Я тоже Был Человеком Который Критиковал Работу Фонда Скептически Смотрели Но я Никогда Не говорила И Сегодня Не думаю Что Такого Фонда Не нужно Фонд Очень Нужен Потому Что Как мы Видим Всякие Такие Проблемы Если Они Будут Под Министерством Ну Вы знаете У Министерств Их Еще Более Проблем Или Тем На Которые Они Работают Чем У нас И Тогда Не знаю У нас Есть Фонд Негосударственным Организациям Если Это Было Под Министерством Культуры Я думаю Что Это Было Например 120 Приоритет И Пока Они До Этого Дойдут А Когда Это В Отдельном Фонде Эти Темы Можно Решить Более Эффективнее Так Что Я думаю Что Проблема Не В институции Проблема В том Как Сделать Эту Работу Более Эффективнее Я Буду Стараться Это Сделать То есть Надобность Фонда Вы уже Подчеркнули А Фонда Общественной Интеграции Я делаю Упор на Слово Интеграцию Как Сформулировать Для себя Главную Миссию Фонда Цель Не Канцелярским Языком Если смотреть Значение Фонда Также Можно Прочитать О Значении Фонда Эмиссии На Сайте Да У нас Есть А вот Именно Для себя Это Я бы Сказала Что Вот Это Название Может быть Уже Не Соответствует Сегодняшнему Дню Потому Что У нас Уже Ну Вот Например Меди Список Задач Шире Да Мы Уже Поширили Свою Как бы вы Назывались Если бы Вы Вам Предложили бы Переименовать Фонд Ну Знаете Теперь Вообще Это Имя Интеграция Уже Как будто Меняется На Имя Сплощенность Что Это Ну Было бы Я думаю Что Наверное Я бы Сказала Фонд Сплочения Может быть Я бы Сказала Нужно Подумать Я сразу Так Не Сказала Но Это Слово Вам Нравится Больше Чем Интеграция Сплоченность Я думаю Что Да Потому Ну Если Мне кажется В этот Момент Например Фонд Меди Может Самый Отщерега Отличающийся Отличающийся От Наш Других Ряда Вопросов Которые Рассматриваются Но Если Если Было бы Сплощение То Я думаю Ну Это тоже Меди Готовят Информацию И Ну Общество Узнавает Про то Ну Как мы Живем Все ли Хорошо С медиев И Может Сплощенность Было бы Ну Подчеркивало Больше Того Что мы Как государство Хочем Где мы В какой Обществе Мы Хочем Жить Но Все-таки Название Остается Прежним Да И мы Постоянно Слышим И средства Массовой Информации И политики Выступая Часто Используют Слово Интеграция И Может Быть Хотелось Понять Определение Этого слова И чем Оно Действительно Отличается От слова Аккультурации Ассимиляции Да И интеграция Мы прошли Этот период У нас Все уже Заинтегрированы Если так Можно сказать И считать Я бы так Не сказала Извините Я поняла Ваш вопрос И просто Интеграция Мы как-то Говорим Всегда О том Что Интегрировать Кого-то Куда-то Куда-то Но Этот термин Он Он Процесс В общем И Мне кажется Я не думаю Что Процесс Может закончиться Потому что Если мы говорим Не только О Нацменьшествах Но мы Вообще О Интеграции То Всегда Среда Общества Меняется Например Не знаю Пенсионеры Сеньоры Если мы О Сеньорах Говорим Вот вы говорили Где Разница С интеграцией Ассимиляцией Я бы сказала Что Вот Такой Очень Примитивный Пример Если мы говорим О Сеньорах Мы думаем Вот мы бы хотели Их Ассимилировать Ассимилировать Да Тогда что мы бы Делали Мы бы Сказали Что есть Какая-то Ну В кавычках В кавычках Нормальный Нормальный Возраст И мы бы Сказали Что Всем пенсионерам Не знаю 40 лет Да И всем пенсионерам Нужно Теперь Действовать Так Как все 40 летние Действовать Стать Моложе И просто Пелагу Ну да Приспособляться Делать вид Что они такие же Как 40 летние И тогда говорить Что все у нас хорошо Мы все такие Такие Ну так Не одинаковые Да Вот это было бы Ассимиляция А интеграция Это Процесс С обоих Сторон Опять Про пенсионеров Если мы хотим Чтобы Чтобы люди Которые в пенсии Не сидели дома Чтобы они тоже Участвовали В нашей Общественной жизни Общественной жизни То мы думаем Как помочь им Вот например Есть там Бесплатный транспорт Или есть Какая-то логистика Чем Ну Что Обучение Компьютеров Интернета Чтобы Чтобы они Мы хотим Чтобы они были с нами Но мы Понимаем Что у них Есть Какие-то Свои отличительные Особенности Да Мы сейчас Сделаем небольшой Перерыв На рекламу После чего Продолжим Напомню У нас сегодня В гостях Представители Общественного фонда Интеграции Продолжаем Программу Разворот У нас сегодня В гостях Директор секретариата Фонда Общественной интеграции Зайга Пуц И Эвия Клейн Руководитель отдела По назору За структурными Фондами Вот до того Как мы ушли на рекламу Мы начали Пытаться Может быть Объяснить Суть работы Фонда Интеграции Разобраться С понятиями И терминами Но вот я хотелось бы Уточнить А как можно Вообще Оценить Эффективность Работы Фонда Интеграции Если мы говорим Об интеграции То есть Как измерить Вовлеченность Общества Во что-то Как вы будете Понимать Что ваша работа Выполнена хорошо На сегодняшний день Мы смотрим Есть все Политики Которые вырабатываются В министерствах У них всегда Нужны Нужны Результаты И там уже Тогда Показывается Что Что Будет Мерить И Чтобы Можно было бы Проверить Ну Как введено в жизнь Как введено в жизнь Это политика Это Это Ну Тот Метод Как мы До сих пор Работаем Но Мне еще Кажется Что Нужно Смотреть Такие Там иногда Квантитативные Даты Но Мне кажется Что Нужно Смотреть И на И на Квалифитативные Да Потому что Иногда Может Может В проекте Где-то В регионе Было Ну Не знаю Там 20 человек Не 300 Не 100 Не 1000 А 20 Но Может Для Этого Региона Для Этого Места Это Очень Очень Важно И Ну Это Вызов Вызов Определить Эти Ну Меру Индикаторы Индикаторы Да И Я думаю Мы еще Будем Работать Над Вы говорите Следить Просто За Практическими Числами А Даже Цифры Практические Говорят Что Люди Даже Не Осведомлены О том Что Фонд Индеграции Существует То есть 3% Вообще Не знали 30% Ну Что-то Где-то Слышали 3% Только Знали Наоборот Да Простите 3% Действительно Только Это Какое Число От Общего Количества Жителей Если Про Выборку Говорить О том Что Вообще Такой Фонд Существует Это Ну Наверное Камень В нашем Садике Что Мы Могли Больше Рассказывать Про То Что Такое Фонды И что Они Делают Но Вообще Я Приведу Пример Я Всю Жизнь Была Организатором Или Руководителем И Знаете Когда Вы ходите На концерт Вы Видите Только Пианиста Который И И Аплодируете Для Пианиста Но Никто Не Аплодирует И Даже Не Знает Кто Организовал Этот Концерт И Вот Фонд Этеграции Как Этот Организатор Потому Что Мы Помогаем Осуществлять Проекты Самоуправлением Негосударственным Организациям И Наверное Вот Если Если Вопрос Был Знаете Вы Или Карту 3 Плюс Которая Для Многодетных Семей Я думаю Что Эти 3 Проценты Наверное Были бы Намного Больше Но Я Вообще То Очень Рада Что Такой Опрос Был Я думаю Что Через Два Года Мы Сможем Еще Раз Проводился Именно Потому Что В связи С вашим Значением Как раз Менялась Глава И вот Контар Решил Провести Опрос Элия Скажите А вы Согласны С тем Что Со словами О том Что Действительно Нужны Изменения Фонду Может быть Он где-то Застоялся В каких-то Вопросах И нужны Перемены Так Взгляд Со стороны Тем более Вы уже Находитесь Достаточно Давно До 17 лет Внутри Третий Директор Да На вашем Веку Третий Директор Это Немного Да Я думаю Это Однозначно Потому Что Это Уже Долгое Время И Ситуация Вокруг Меняется И Измен Фонды Тоже Необходимо А Какое У вас Личное Представление Латвийском Обществе Вы Давно Работаете Фонды Мы Все Обещены Есть У нас Какие-то Болевые Точки Да Если Говорить Об Обществе Латвийском Но Я бы Сказала Не Со Стороны Того Что Я Давно Работаю В Фонде Но Я Сказала Как Житель Латвии У У Дети И Они Учатся И Тренируются И Там У Них В Группе Дети Которые Говорят На Разных Языках Много Детей Которые Говорят На Русском Языке У Них Нет Проблем И Я Считаю Что Смотря С Этой Очень Личной Стороны Я Считаю Что Более Менее У Нас Все В Обществе В Порядке С Этой Точкой Я Больших Проблем Не Вижу Просто Я Могу Предположить Что Те Люди Которые Общаются Только В своей Среде Это Касается И Латышей И Русских Живущих В Латвии Они Возможно Заблуждаются В своих Представлениях О Других То Я Считаю Уверенно Что Те Политики Которые Исключительно Общаются В круге Латышских Людей У них Искаженное Представление О том Как Чувствуют Себя Русские В Латвии Ведут Себя Русские В Латвии И Сложно Делать Выводы И Вести Политику Не Общаясь Не Находясь Даже В этом Обществе Поэтому Может Я К вам Обращусь Ваш Круг Общения Он Не Сужен Только До Латышских Говорящих Может Вы Общались С Ромами С Русскими С Украинцами Живущими В Латвии Чтобы вы Понимали О Их Нуждах В том Числе И Как Они Относятся И Олицетворяют Ли Себя С этой Страной Ну Я Очень Такой Общительный Человек У меня Очень Много Друзей И Вообще У меня Папа Литовец Так что Я Наполовину Литовка Я Только Очень Мало Говорю Политовский Но Я бы Здесь Согласилась С С Эви Что В такой Ну Ежедневной Жизни У нас Может Проблем Нет Но Если Мы Говорим Например Про Интерэшпаж Представители Интереса Да Представители Интереса Опять Уже Говоря Про Негосударственных Организаций То Мне Очень Хотелось Чтобы Организаций Нацменьшедрств Были Больше И Может Быть Активнее Я Если Я могу Использовать У вас Здесь В радио Возможность Сказать Я уже Сказала Что У нас Будет Есть Такой Фонд Негосударственных Организаций И вот В этом Году Деньги В этом Фонде Увеличились Ну Он Называется Фонд Но Это Программа В СИФ Министерства Культуры И Мы Бы Очень Хотели Чтобы Организации Нацменьшедрств И Региальные Организации И Маленькие И Большие Там Будет Дифференция Для Маленьких И Больших Чтобы Чтобы Написали Проектов И Ну Это Этот Проект Помогает Таким Организациям Ну Я бы Сказала Выжить Они Могут Там Оплачивать Бухгалтера Могут Оплачивать Алга Зарплаты Зарплаты Ну Чтобы Они Могли Работать Там Чтобы Они Могли Заплатить Вот Если Там Не Знаю Маленькая Организация В Ригу И Им Нужно Ехать В Ригу В Сэйм Чтобы Высказать Своё Мнение Это Возможность Как Депутатам Которые Живёт Только В одной Такой Реальности Своей Локации Бурбул Да В пузыре В пузыре Да Как бы Они Узнали Но Нам Нужно Ну Обществу И Всему Обществу Нужно Быть Активнее Потому Что Я Считаю Что Ничего Не бывает Хуже В демократии Как Веналдзейб Одинаковость Ну Равнодушие Да Попрошу вас Наденьте Пожалуйста Наушники Давайте Мы Начнем Принимать Звонки Да Ближайший К вам Смелей Здравствуйте Мы вас Слушаем Как вас зовут Добрый день Добрый Скажите Пожалуйста Работать В таком Фонде Это Одно Удовольствие Никаких Результатов Никаких Отчетов Откуда Фонд Берет Деньги Сколько Он тратит Какие Результаты Вы ничего Не говорите Совершенно Обтекаемые Вот вы Сказали Про Про Эти Неправительственные Так сказать Организации Нацменьшин А кто Руководит Министерство Культуры А кто Руководит Министерством Культуры Назовите Из какой Партии Человек И Совершенно Становится Все ясно Что Вы Совершенно Не в курсе Какие Процессы Происходят В обществе Да Спасибо большое Если есть что Ответь Я напомню Что Министерство Культуры Руководит Наурис Пункт Который Представляет Национальное Объединение Вот действительно Это сказывается На работе Фонда Общественной Интеграции И Также был задан Вопрос Откуда У вас Деньги Какими Деньгами Вы располагаете И куда Вы их Тратите Если Мы Говорим Про Бюджет Там Наверное Эви Тоже Еще Сможет С цифрами Больше Объяснить Впервые Я бы Сказала Что Если Мы Говорим О Негосударственных Организациях И что Они Все Под Министерством Культуры Ну Это Извините Неправда У нас 23 тысячи Негосударственных Организаций Это Много То Что Они Были Быть Более Активные Согласна Мне кажется Имели ввиду Что фонд Находится В ведении Министерства Культуры Если Это Об этом То Ну Так как Министр Культуры И руководитель Совета Фонда Ну Там Еще И Другие Министерства Есть Еще Иностранных Дел Нет Это Уже Нет Там Есть Министерство Образования Министерство Благосостояния Теслы Министерство Юстиции Юстиции Да И Варом Регионального Развития Развития Да Так что Там Ну Несколько Ведом Несколько Да То что Может Каждое Министерство Идет Со Своей Политикой Это Это Правда Там Сидит Министры Но Потому Там Еще И Негосударственные Организации Всякие Ну Пять Разных Там Есть С Диаспоры Есть Регионов Есть С культуры Ну А полной Автономии Все равно Речи быть Не может Я так понимаю Все таки Какой-то Политический Курс Вам Задан Если Ну Мы Исполнитель Политиков Политикас Ну да 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 Политики Эви Уже Сможет Рассказать Это Только Если Наверх Так Посмотреть Потому Что Все Эти Деньги На Конкретные Программы И Когда Уже Мы Это Разделяем То Мы Мы Видим Что Не Так Уж Много Этих Денег Например Проблем Которые Мы Может быть Хотели бы Больше И О Рассказывании Ну Это Тоже Наверное Наши Слушатели Уже Знают Что Ну Мы Можем На Социальные Сети Писать Или Так Но Если Нужна Такую Информацию Которая Так Ну Висап Творош Все Объем Ну Все Охватывающее Да Это Тоже Стоит Какие То Деньги И Вот Это У нас Ну Нет В Бюджете До сих Пор Потому Что Все Деньги На Какие То Программы Как Вы Распределяете Кстати Приоритеты Кто Участвует На Какие Действительно Цели Будут Выделены В Следующем Году Деньги Потому Что Я так Понимаю А Приоритеты На Следующий Год Договориться Не Удалось 10 Декабря Это Было Только На Эту Одну Программу Которая Называется Фонд Негосударственных Организаций О которой Я уже Говорила Там Действительно Не Получилось Там Там В Совете Вот Пример Как Все Не Одинаково Там Есть Видение Министерства Культуры И Другое Видение Негосударственных Организаций И вот Они Теперь Стараются Найти Компромисс Ну Еще Не Удалось Вы Также У вас Одно Из Подразделений Если Можно Так Сказать Работы Это СМИ Да Поддержка Различных СМИ Латвии В том числе Вы оказываете И Коммерческим Да В том числе И уже Я так понимаю Что бюджет Около Полутора Миллионов На будущий Год Выделено Да И Фонд Медиа Да Фонд Медиа Да И полмиллиона Коммерческим СМИ Выделено Это Ежегодная Программа В рамках Конкурса СМИ Могут на нее Претендовать Как это происходит Поддержка Из вашей стороны Или это Необходимость Как часто Вообще К вам СМИ Обращаются Потому что Рынок Действительно Маленький Общественные СМИ Могут жить За счет Государственных Денег Это И логично А другим СМИ Приходится Выживать Ну Впервые Вот Вы назвали Эти суммы Впервые У нас В фонде В этом году Мы еще Не знаем Но я Слышала С Министерства Культуры Что у нас Будет Одна доля Этих денег Как было В прошлом году Ну Мы У нас Тоже Там Это Политика Министерства Потому что В бюджете Есть такие деньги Которые мы Получаем Тещи Напрямую С Министерства Финансов Которые мы Запрашиваем А есть такие деньги Которые мы Получаем С других Министерств Например Министерство Культуры И если Это деньги С министерств Тогда Это Они уже Говорят Куда и кому Потому что У нас Лейгумс Договор Договор И они Делают Этот договор И мы Исполняем В отношении СМИ Так всегда Или есть Те деньги Которые вы Не получаете Не напрямую Если мы Идем Допустим В еврофондах Если Поддержка СМИ Предусматривается Нет С поддержкой СМИ Это всегда Так С министерства Культуры То есть Допустим Сейчас Часто Можно услышать В том числе Национальное Объединение Выражает За то Чтобы Общественные СМИ На русском Языке Не были От них Надо отказаться Это наоборот Способствует Русификации Общества Следовательно Можно сделать Вывод Что Даже Коммерческие СМИ На русском Языке Которые В частности Мы Радио Болтком Никогда Не можем Претендовать На эту поддержку Только потому Что Наш язык Общения Русский Я могу Сделать Вывод Если Деньги Напрямую Из Министерства Культуры Идут Я Даже Это Не смогу Комментировать Потому Что Мы В этом Году Еще Не говорили С Министерством Культуры Это Только Когда Они Уже Придут Со Своим Договором Тогда Мы Только Узнаем Что Там А Вы Как Руководитель Вы Считаете Что Существование СМИ На русском Языке В Латвии Надо Поддерживать Или Это Все Так То От Чего Со Временем Стоит Может Быть Отходить Закрывать И Действительно Переучивать Тех У кого В привычках Осталось Потреблять Русскоязычные СМИ Я Не буду Говорить Как Я Директором Фонда Считаю Но Я Как Зайга Пуца Житель Латвии Считаю Что Я Не вижу Там Ничего Плохого Что Есть В Рабье Другой Язык Потому Что Как Уже Мы Говорили Об Интеграции Если Есть Люди Которым Лучше Слушать Радио В Их Национальный Язык Я Не вижу Там Ничего Плохого Например Латыши Тоже Когда Жили В Америке У них Был Латышский Радио Наденьте Пожалуйста Еще Наушники Примем Звонок Здравствуйте Мы вас Слушаем Коротко Пожалуйста Если Можно Добрый День Человек Который Хорошо Упакован У него Все Хорошо По Любым Вопросам Это Естественно То есть Своего Личного Опыта Я считаю Что Тот Кто Занимается Блокировкой Защиты Труда В стране И Социальной Защиты Это Министерство Блокосостояния Потому Что Да Можно Пожалуйста К вопросу Да Извините Программа Заканчивается Можно К вопросу Ну Тогда Счастливо Да Спасибо Большое Наверное Мнение Наверное Просто Высказать Своё Мнение По поводу Русских СМИ Ваша Позиция Ясна Я так понимаю Что Ответы Распределения Средств Будет В следующем Году Известно Да Что Касается Может быть Интеграции Которая Связана С Негражданами Занимаетесь Либо Такими Вопросами Это Уходим В политику Но тем не менее О пенсионерах Поговорили О людях Другой Национальности Этнической Этнических Различиях Да О негражданах Про негражданах В таком Верзине Направлении Верзине Мы так Не думаем Мы Больше Смотрим На На проблему В целом Ну вот Например У нас Были Программы Обучения Латышского Языка И не будет Кстати В следующем году Да Я так понимаю Что финансирование Не выделено Латышский язык Не выделили Нет Есть только Для реиммигрантов Это Ну когда Люди Уехали И вернулись И вернулись Или у них Не знаю Муж и жена С другой стороны И дети Не умеют Латышков Это есть Такая программа Но про Программу Латышки Для Для Жителей Латвии Которые Не говорят По-латвийскому Да Больше нет Нет В нашем Фонде Но я так Понимаю Что есть Какая-то Идея Что В будущем В будущем Будет Под Центром Латвия Шволода Центр Агентства Латышского Языка Да Что они Будут Такие Курсы И есть Еще Самоуправление Которые Предлагают Например В Риге Есть Такие Курсы Я бы Наверное Хотела Чтобы у нас Была такая Программа И в будущем Но И Напоследок Хотелось бы Подтожить Все время Программа Подходит К концу Вы сначала Упомянули Что интеграция Должна работать В оба направления И по отношению К тем Кого интегрируют И по отношению К тем К кому интегрируют И вот здесь Такой вопрос Я лично В своем опыте Столкнулась С тем Очень символично 18 ноября Столетия Латвии Прошлый год Я была В компании Своих друзей На набережной Мы смотрели Салют И рядом были подростки Мы между собой Общались на русском языке Рядом были подростки И услышав Нашу русскую речь Они нам сказали Браутият промно шеенес И у меня Вот всегда Такой вопрос Почему мне Люди Родившиеся В неоккупированном Государстве Латвии Мне Который тоже Родился в свободной стране Но По генетической случайности В русской семье С русской фамилией Да Приходится всегда Сейчас чувствовать Если раньше Было наоборот В отношении латышей То мне сейчас Почему-то приходится Чувствовать себя Какой-то ненужной Хотя Я к России Допустим Нежных чувств Не питаю Но почему-то Всегда показывают Пальцем в ту сторону Это работает В другом ключе Латышам Тоже надо объяснять Чтобы они были Все-таки Я не знаю Даже нетерпимее Вот сейчас Поднимается вопрос Президент Также обсуждает Как к нам обращаться Лыть Таутеши Цит Таутеши Да Чтобы еще Этнические Латыши Тоже понимали Что Это может быть Обидно Ну если мы Говорим об интеграции Ну это проблема В целом В нашей обществе Не только Русскоговорящих Латвии Мы работаем С беженцами Тоже Я бы Говорила Ну вот Потому я и говорю Что интеграции На обе Стороны Потому что Если ты Думаешь Что всем Нужно только Прилагаться К твоему Мнению Ну тогда Мы никуда Не Не дойдем Да И То что вы Рассказываете Мне очень Ну Я наверное Хочу извиниться Что так Было Но просто Мне кажется Что если мы Думаем Про то У меня Пропал Идея Я просто Хотела сказать Что мы Говорим О Эмпатии Он Сопротно О понимании И эмпатии Да Да На этом Закончим У нас в гостях Сегодня была Директора секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуц И Эвиа Клейн Руководитель отдела По надзору За структурными фондами Спасибо большое Что пришли Спасибо